Губернатор Евгений Куйвышев 9 мая встретился с ветеранами в Свердловском областном госпитале ветеранов войн. Такие встречи глава региона традиционно проводит в День Победы для того, чтобы поздравить фронтовиков и поблагодарить их за великий подвиг, который они совершили, защищая Родину. Здесь, в госпитале, Евгений Куйвышев навестил ветеранов в палатах лечебного корпуса, пожелал им крепкого здоровья и отчитался. Парад Победы прошел на высоком уровне, а в колонне бессмертного полка прошли 150 тысяч уральцев. Подопечные госпиталя встретили эту новость с воодушевлением, ведь это означает, что память о Великой Победе передается из поколения в поколение. Также глава региона выступил перед пациентами госпиталя на торжественном собрании. На вашу долю выпали такие испытания, которые могли выдержать только сильные духом люди, истинные богатыри земли русской и безмерно любящие свою Родину. Уверен, что нет подвига выше, чем подвиг защитников Отечества. И каждый из ваших дорогие ветераны ежечасно совершал этот подвиг и приближал эту Великую Победу. Спасибо вам огромное. По словам Евгения Куйвышева, областные власти и впредь будут делать все возможное, чтобы поколение победителей жило достойно. Всецело поддерживать их, в том числе материально. Сегодня в нашем регионе живут более 44 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Это непосредственные участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Евгений Куйвышев отметил, что областной госпиталь – это один из ярких примеров того, как нужно заботиться о ветеранах. Здесь созданы условия для их эффективного и комфортного лечения. Так, начальник медучреждения Роберт Соловьев продемонстрировал главе региона новейший телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс отечественного производства, благодаря которому врачи проводят обследования даже маломобильных пациентов с комфортом для них. Отметим, по традиции в мероприятиях принял участие почетный начальник госпиталя, легендарный уральский врач Семен Спектр. Поздравила подопечных госпиталя и спикер Свердловского законодательного собрания Людмила Бабушкина. Она напомнила, что в годы войны Урал стал не только местом, где ковалась победа, но и местом, куда с поля боя на поправку направлялись раненые бойцы. В Свердловской области развернулись десятки госпиталей, тысячи бойцов они вернули в строй. Нынешний Артемовский городской округ внес свою лепту в Победу, и о ней знает вся страна. Сформированный и укомплектованный на средства жителей района санитарный поезд теперь больше известен как Поезд Победы. Славные традиции продолжают и наши медики, которые, несмотря на известные трудности, стараются выполнить свой врачебный долг. Делается все возможное для того, чтобы поэтапно улучшить качество предоставляемой медицинской помощи и ее доступность. Проблем, конечно же, хватает, но радует то, что на них не закрываются глаза. И руководство ЦРБ напряженно ищет пути выхода из них, определяя приоритеты и формируя долговременные планы по развитию здравоохранения в нашем муниципалитете.